Важная тема, о которой я хотел поговорить с вами, это Газпром. Все-таки наше великое национальное достояние, оно таки докатилось до почетной премии, которую надо теперь вручить. Наша газодобыча убыточна. Я вас поздравляю. Газпром официально по международным стандартам объявил об убытке за первый квартал. Мне скажут, ну и что, а что нам с вами? А нам с вами это очень важно, потому что государство, как собственник Газпрома, ему прочитаются дивиденды от Газпрома в бюджет. И для того, чтобы финансировать бюджетные обязательства, пенсии, зарплаты врачам и учителям и много еще чего, в бюджете нужны денежки. Денежки это берутся, в том числе и с дивидендов крупных госкомпаний. И убытки Газпрома означает, что дивидендов не будет. Ну это пока первый квартал, они все-таки рассчитывают по году выйти на прибыль, хотя с такими низкими ценами это как бы не факт, что им удастся. Но вот просто, чтобы вы понимали, что такое убыток и сколько потеряет от этого государства. Например, вот по прошлому году они обещают заплатить 361 миллиард рублей дивидендов. Из них на пакет росимущества государство получит 138,5 миллиардов рублей. 138,5. Кстати, очень важный момент, что росимущество владеет только 38 процентами акций Газпрома, а вовсе не контрольным пакетом. Так вот, на самом деле, вот смотрите, здесь очень важно, что вы видите сейчас в этих цифрах, что если бы Газпром платил дивиденды половину от чистой прибыли в прошлом году, а у них была чистая прибыль почти 1,3 триллиона рублей, то росимущество получило бы более 300 миллиардов, если еще вот оставшиеся акции забрать у Сеченского Роснефтегаза, такой непонятной прослойки, и передать напрямую росимущество. То есть мы могли получать больше 300 миллиардов рублей дивидендов с Газпрома просто по стандартным правилам. Получаем 138 из-за того, что у них огромные вот эти всякие дырки, через которые они могут не платить, да, но 138 это все равно много, но мы вообще ничего не получим, если Газпром будет в убытках. И, кстати, вот просто вот говоря там, где деньги, вот что было видно из этих буллетов, да, что если просто добрать с Газпрома те дивиденды, которые должны в бюджет по правилам идти, но не идут, то это вот, соответственно, получается 179 миллиардов в год, это полторы тысячи рублей на одного взрослого россиянина. Уже, я думаю, что в кризис никто бы не отказался. Это, ребят, прибыль, которая в прошлом году уже получена и должна по всем правительственным правилам пойти на дивиденды. То есть это не то, что мы у кого-то что-то забираем, а они уже должны это выплатить, ну просто нагло не платят, да. Вот, но здесь про Газпром я хотел вот интересно несколько вещей сказать. Я посмотрел внимательно их отчетность за первый квартал. Первое, что там бросается, конечно, в глаза, что, ну я думаю, ну убыток, ну как же так-то, у них цены упали, но у них и издержки не очень высокие, то есть они все равно должны быть в прибыль. И так и есть, у них операционная прибыль, прибыль от продаж в первом квартале 294 миллиарда рублей. То есть хорошая операционная прибыль. Откуда у них берется убыток? Убыток у них берется от того, что у них появились дополнительные, так называемые, финансовые расходы в 683, почти триллион, 683 миллиарда, да. Это вот веселый товарищ Миллер так науправлял, они вот это объясняют в отчетности так, что убыток и прибыль относятся в основном к переоценке кредитов и займов, кредитов, выраженных в иностранной валюте. То есть вот этот дядя в шляпе, который вы видите сейчас на экране, он за годы своего, за 20 лет своего управления набрал кучу кредитов в валюте, по которым надо рассчитываться, да. И девальвация рубля, о которой мы с вами говорили, очень больно бьет по их финансовым результатам. То есть платить по кредитам им надо, все время обслуживать им надо, обязательствуйте, никуда не деваются, как только рубль падает, девальвируется, то это все становится дороже. И при том, что у них хорошая операционная прибыль, несмотря на падение цен, вот этот весь результат и гениального финансового менеджмента приводит к тому, что у них на бумаге огромный убыток, и мы с вами от Газпрома никаких дивидендов в результате не получим. Потому что Миллер непонятно на что набрал огромных долгов в валюте. Ну красавец, да, просто гений. Можете писать в комментариях, что вы считаете с ним, надо за это сделать. Ну вот еще очень интересные результаты у Газпрома. Мы их постарались для вас суммировать. Это вот еще раз повторю результаты за первый квартал. Это вот есть на картинке 27. Вот обратите внимание, ну у них предсказуемо снизилась выручка от экспорта, экспортные цены, прибыль от продаж снизилась там в районе там 35-50 процентов, да, в таком коридоре. Очень интересно, у них снизились налоги, которые они платят в бюджет. Это вот налоги, кроме налога на прибыль, на 8 процентов. Ну прибыль, понятно, убыток налога на прибыль вообще не будет, да. Но у них продолжили очень бурными темпами в первом квартале расти зарплаты. Затраты на оплату труда выросли на 11 процентов. И таки внутренние цены для российских потребителей. Они выросли ненамного, на 1 процент всего, это к первому кварталу 2019 года. Но внутренние цены на газ в России, это такая штука, что они никогда не падают. Они даже может быть немножко, но всегда стабильно растут. И вот это одна из вещей, которые при резком падении экспортной выручки Газпром поддерживает. То есть они получают меньше денег на экспорте. Где они все это компенсируют? За счет вас, дорогие мои, уважаемые российские потребители. Вы заплатите больше. Вот. И, кстати, это был только первый квартал. Ну вот, посмотрите, 28-я картинка. Это в целом как рухнули экспортные цены. И вот мы здесь много раз вам об этом говорили, что цены падают уже все последние несколько лет. И сверхприбыли от Газпрома ждать не стоит. Но после первого квартала ситуация у них явно еще хуже. Вот следующая новость, что в мае, например, пока нет более поздней статистики, но в мае Газпромовские экспортные цены, по данным Федеральной таможенной службы, упали ниже 100 долларов за 1000 кубометров. Это вот картинка номер 29. Да. Вот. Это значит, что все еще хуже, чем на том графике. И это значит, что бюджет от Газпрома получит меньше денег. Ну, вообще, вот там, подводя итоги по Газпрому, ну, просто красота. Да. То есть, при том, что операционная прибыль, окей, цены упали, но прибыль все равно есть. Но она полностью нивелируется криворуким финансовым менеджментом и огромными долгами, переоценка которых приводит к тому, что вот одним движением руки брюки превращаются в элегантные шорты. Прибыль превращается в убыток. Спасибо товарищу Миллеру. Дивидендов не будет, налоги упали, зарплаты выросли, цены для внутренних потребителей выросли. Красота! Просто идеальная компания путинской мечты, да? В бюджет денег будет платить меньше, а с российских потребителей будет драть больше. И зарплаты у них у всех за это будут выше. Классная путинская экономика, да? Сегодня я слышал цитату, как глава федеральной антимонопольной службы Артемьев там говорил, что у нас что-то какой-то беспредел госкомпании, который нас тащит обратно в советскую экономику. Наша традиционная рубрика «Да ты чё!», да? Вот так государственно-монополистическая экономика работает. Мы получаем меньше дивидендов и налогов, но платим выше цены, и они за это все получают выше зарплаты. Просто классики. Вот отчет «Газпрома» за первый квартал этого года – это как бы вот иллюстрация вот этого всего. Откройте у них на сайте, просто почитайте. Это само по себе такое интересное чтиво круче, чем любой триллер, да? Вот как можно так работать и, блин, еще зарплаты себе за всю эту криворукую деятельность все время повышать. Ну, вы знаете, «Газпром» – это мое любимое, да? Я, собственно, никогда не устану вам здесь рассказывать всю правду про вот это все безобразие. Но вот про цены отдельно я хотел с вами поговорить, не только про газ, но и про газ тоже. Потому что, ну, наша любимая история вот в Штатах, где там много чего не идеального в американской экономике, но то, что мне всегда очень нравится про США – это, конечно, невероятный уровень конкуренции. Просто бешеная конкуренция и очень эффективная антимонопольная политика на всех основных рынках, да? И вот это приводит к тому, что вот сейчас мы можем физически видеть, как у них энергоресурсы стоят дешевле, чем в России. Россия как бы у нас энергетическая сверхдержава, как мы хорошо знаем, да? Но здесь цены для внутренних потребителей дороже. Вот если про газ продолжать, да? Вот график красивый из вот этого самого EIA, Energy Information Administration, Управления Энергетической Информации Министерства Энергетики США. И вот мы видим здесь, что средняя цена газа была в июне, это оптовая цена на газ для внутренних потребителей на Генри Хаб. Это вот главный биржевой спот, где определяются средние американские цены, да? 1,63 доллара за миллион британских термальных единиц, что мы, как это пересчитать в рубли за тысячу кубов? Это умножаете на 35,7, это получается в долларах за тысячу кубов, ну и потом, соответственно, по курсу доллара. И вот мы для удобства для вас пересчитали это все в рубли по июньскому курсу. И результат вы можете увидеть сейчас на экране. Оптовые цены на газ для российских потребителей вместе с НДС, это больше пяти тысяч рублей за тысячу кубометров. Оптовые цены на Генри Хаб США 4 тысячи. Красота, да? Вопрос вот к этим буллетам. Кто здесь энергетическая сверхдержава? По-моему, не знаю. Мне кажется, ответ ясен, да? Вот. Но как бы параллельно с этим всем, то есть американцы, значит, американское правительство публикует график красивый с тем, как рухнули внутренние цены и газ для потребителей в Штатах дешевый, да? А наши, значит, заявляют, что надо цены дальше повышать и они будут расти, да? Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления. Это вот на днях такое заявление сделал начальник управления департамента 817, это экономический департамент Газпрома Алексей Андреев. Так что вот, ребятушки, дорогие мои, кризис у вас там, безработица, падение доходов, ничего не знаем. Решение о дальнейшем повышении цен на газ принято и находится в стадии оформления. Потому что у Газпрома убытки, с одной стороны, а с другой стороны надо зарплату себе повышать. Кто это все оплатит? Угадайте, да? Вот на самом деле, если серьезно, то вся эта история, это, конечно, невероятная иллюстрация, вот просто хрестоматийная для учебника иллюстрация, насколько конкурентная среда эффективнее монопольной среды. Вот в Америке нет никакого Газпрома, там нет никакой Роснефти, там крупнейшая компания-производитель природного газа добывает 3% газа от общенациональной добычи. В России Газпром 70. Вот и результат. Когда монополия, она с вами все вот так вот сделает, как хочет. И наоборот, когда конкуренция у потребителей из права выбора, то вот цены поддерживаются на том уровне, который является справедливым, рыночным и не зависит от всех этих монопольных эффектов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова